В настоящее время наша отрасль, несмотря на непростые политические условия, находится на позитивном этапе своего развития. Растут объемы добычи, переработка угля, вводятся новые предприятия, обновляются производственные мощности, растет зарплата шахтеров, налоговые отчисления в бюджет. В текущем году прогнозируется рекордный в современной России объем добычи угля 400 миллионов тонн. И хочу напомнить, что в советские времена максимальная добыча годовая была достигнута в РосССР в 1988 году и составляла 425 миллионов тонн угля. Я не буду говорить, что численность занятых тогда превышала миллион человек, об этом Юрий Николаевич сказал. Но мы сделали расчеты по теплотворной способности того угля, который производился в РосССР, и того, который производится в Российской Федерации. Так вот, по теплотворной способности мы уже превысили показатели, достигнутые в РосССР. Надо сказать, что отрасль успешно справилась с последними кризисами и 2008, и 2009 года, и 2014, и 2015 года, когда резко ухудшался экономический фонд для предприятий. Но прежде всего, ввиду долговременного падения цен на угольную продукцию, с одновременным ростом стоимости оборудования, материалов, переоценки валютных, кредитных обязательств. Здесь абсолютно справедливо было сказано, что угольная промышленность в большей... Я могу сейчас вам сказать, мы делали анализ в Министерстве по всем отраслям топ-молитического комплекса. Так вот, наибольшая зависимость от импортного оборудования, это в угольной промышленности. Потому что, когда вот Юрий Николаевич сказал о том, что Таракан Инвест работает на отечественном оборудовании, хотел бы сказать, что БелАЗы, так, это не отечественное оборудование. Можно считать как угодно, да, но это не отечественное оборудование. А отечественное оборудование не имеет больших грозных самославов. Так вот, хотя угольная отрасль лихрадила в эти годы, она, в общем-то, продемонстрировала свою устойчивость и комплектноспособность. И угольные компании, стремя сохранить свою нишу на мировых рынках, наращивали объемы зобычи, обогащения, сортировки. И за эти годы экспорт угля как главный драйвер развития угольной промышленности за последние три года вырос на 25 миллионов тонн. В этом году мы рассчитываем, что экспорт составит порядка 185 миллионов, и за один год у нас прирост по экспорту составляет порядка 14 миллионов. Хорошо это или плохо, это мы рассмотрим дальше. В немалой степени это засловы основных управляющих компаний, о которых я уже говорил, в угольной опыте их более 20. И они располагают активами добывающими, на доле которых приходится 75% всей угледобычи страны. И выживание предприятий в этих непростых кризисных условиях в последних лет во многом связано с грамотным управлением коммерческой и производственной деятельностью в этих компаниях. Хотел бы сказать, что для достижения прогнозных объемов поставок угля на внутренней и внешней рынке у нас была разработана и в настоящее время реализуется программа развития угольной промышленности до 2030 года, которая утверждена соответствующим распоряжением правительства, которая предусматривает соответственно и рост объемов производства, рост производительности труда, обновления основных фондов. Надо сказать, что за прошедший период с момента его подтверждения в 2014 году мы по всем показателям превышаем те программные центры, которые предусматривались за исключением темпов модернизации производственных мощностей, которые несколько отстают от предусмотренных программ, что соответственно требует принятия дополнительных мер, направленных на стимулирование инвестиционных процессов. В отрасли. Говоря о будущем, у нас, конечно, встают большие проблемы. При этом основные барьеры, например, дальнейшего развития отрасли сводятся по существу к двум глобальным вызовам. Первый – это снижение потребления угля как в мире, так и в России. Уже сегодня об этом договорилось, Илья Фанальевич говорил. При этом надо понимать, что это снижение потребления не происходит в объемных показателях. Объемы потребления угля в мире будут расти. Они будут просто расти не теми темпами, как они росли раньше. И хотел бы вам сказать еще такую мысль, которая здесь не прозвучала. У нас с вами подавляющее население Земли лишено всех тех благ, о которых говорят, скажем, в рамках Международного энергетического агентства. Будь то по уровню электрификации или по доступности к тем или иным источникам энергии. И это миллиарды людей, которые лишены этого, которые не обеспечены. Поэтому всем вполне очевидно, что никакой электромобиль не появится в ближайшее время, скажем, на Африканском континенте. Так же, как он и не появится в Индии. Ну и, кстати, надо сказать, для того, чтобы выработать электроэнергию, для того, чтобы этот электромобиль мог поехать или зарядиться, для этого нужно эту электроэнергию иметь. А ее выработать можно. И основной в мире до сих пор остается источник энергии – это уголь. Понятно, что будет расширяться количество использования газа. Понятно, что будет расширяться использование возобновляемых источников энергии, о которых здесь уже говорилось. Но уголь, безусловно, на десятилетия вперед сохранит свое место в мировом топливно-энергетическом балансе. Второй момент, связанный – это нестабильность конъюнктуры угольных рынков, которые мы постоянно наблюдаем. Существует достаточно устойчивая зависимость между ценами на уголь и ценами на нефть. Поскольку нефтяные рынки волатильны, причем все хорошо знают, сколько такое влияние на эту волатильность оказывает так называемая бумажная нефть, то есть нефактические поставки, то, к сожалению, и наша отрасль также существенно зависит от изменения цен на этот ресурс. Говоря о том, что происходит в нашей стране, у нас устойчиво снижается потребление угля в электроэнергетике и ЖКК. Это происходит по абсолютно объективным причинам, потому что идет квалификация, прежде всего, жилецно-коммунального хозяйства, что вполне естественно. А то, что касается электроэнергетики в условиях регулируемых цен на газ и свободных цен на уголь, понятно, что угольная генерация, там, где она может конкурировать с газовой генерацией, она является некрикоспособной. Поэтому, что существуют сейчас все генерирующие компании в первой ценовой зоне, то есть это европейская часть страны, как включает Урал, готовят предложения и направляют их по выводу из эксплуатации имеющихся угольных блоков в этой части страны. Ну, на слайде здесь показано о том, какие наши проблемы связаны с большими расстояниями транспортировки, теми инфраструктурными ограничениями, которые у нас есть, которые, слава Богу, как бы решаются. Но вот в этой связи хотел бы вам показать очень интересный слайд из истории поддержки угольной промышленности. Мы, когда готовились к этому юбилею, этому 70-летнему, подняли вот историю. Что же мы видим? Что в 1885 году были в Российской Федерации введены исключительные тарифы на внутренние железнодорожные перевозки грузов, в том числе гуля. В 1900-1904 годах была создана правительственная комиссия по выработке мер по борьбе с угольным голодом. Он так и назывался – угольный голод. А что же там было написано у нас? Какие решения эта правительственная комиссия, царского правительства, приняла? Они говорили о том, что необходима реформа акционерного законодательства и горно-земельного права. Второе. Развитие железных дорог и водных путей сообщения. Третье. Облегчение условий получения кредитов. Четвертое. Техническое перевожение угольной отрасли с целью увеличения объемов производства. Вот у нас прошло больше 100 лет, а ничего не изменилось. Вот эти же задачи, которые мы нашли в истории, они абсолютно актуальны и сейчас. Спустя 100 лет. Мы для примера показали также на рубеже 20-го и 21-го веков, что делалось и что делается. И надо сказать, что вот мы двигаемся, судя по всему, в правильном направлении. Значит, в 90-х годах это государственная поддержка мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, включая акционерирование, приватизацию, ликвидацию неэффективных производств. В 2000-х годах это само завершение реструктуризации уже с решением на, с упором на решение социальных проблем. Именно поэтому удалось как бы высвободить более 800 тысяч людей, работающих в отрасли, тем самым повысить производительность труда. Значит, в настоящее время осуществляется бюджетное финансирование развития и модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры. Вкладываются средства в развитие Трансиба, БАМА, причем как путем примен бюджетных средств, так и из фонда национального благосостояния. То есть государство решает эту инфраструктурную задачу. Среди мер содействия следует также отметить налоговые льготы и прямое выделение средств из бюджета на создание новых центров угледобычи на востоке страны. В частности, за счет создания территории опережающего развития осуществляются проекты в Якутии, на ГОК, Инаглинске и Суэком, на Ургале, Удалуголь. Государство влияет на угольный бизнес, выдавая лицензии на недопользование, согласовывая проектную документацию по разработке месторождений, устанавливает налог на добычу, экологические нормативы и другое. Все это, естественно, требует постоянной законотворческой деятельности для улучшения ситуации в угольной отрасли. Валерий Афанасьевич уже немножко об этом сказал достаточно подробно. Я хотел бы остановиться на следующих крупных проблемах, которые стоят на повестке дня и предстоят нам системно решать в ближайшие годы, которые еще пока не звучали сегодня. Первое. Государство в ближайшие годы завершит господдержку мероприятий, связанную с ликвидацией убыточных шахт, находящихся в государственной собственности. Но проблема планомерного выпрытия неэффективных мощностей и ликвидация от работы же с запаса шахт и ликвидация экологических последствий, она никуда не денется. И эта проблема на самом деле не только угольной промышленности, но и проблема по существу всех добывающих отраслей. И нужен постоянно действующий механизм ликвидации и нейтрализации накопленного экологического ущерба. У нас он даже применительно к нефтегазовой промышленности существует только в нескольких соглашениях о разделе продукции, которые были подписаны правительством, соответственно, с нейтропользователем, которые предусматривают создание ликвидационных фондов, которые должны быть использованы для ликвидации накопленного экологического ущерба. И все. А других вообще больше ничего нету нигде. В настоящее время в Кузбассе реализуется программа, которую мы вместе подготовили с администрацией области. С 2015 года эта программа идет по этапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевский, Селевский, Анжеросудженск, и переселение жителей с этих подработанных территорий. В рамках этой программы мы задействовали новый механизм, предусматривающий предоставление права пользования нейром новыми участками недор с обременением обязательствами по проведению ликвидационных мероприятий на старых участках, подлежащих ликвидации предприятий. По нашему мнению, надо расширять эту практику и применять ее независимо от региона, выдача новых лицензий. Понятно, что для Минприроды это очень сложная задача, потому что все лицензирования и контроль осуществляются через территориальные органы, расположенные в разных регионах страны. Но, тем не менее, мы считаем, что эта задача должна решаться и не только в угле, но и в других отраслях экономики. И с этой точки зрения, на мой взгляд, очень интересной, и хотелось бы получить соответствующую поддержку, в том числе экспертного нашего сообщества, это практика межпослевого взаимодействия в процессе ликвидации. Надо сказать, я не знаю, есть у нас такой опыт или нет такого опыта, но, насколько мы знаем, такого опыта еще не было. А именно, вы все отлично знаете, что у нас в стране существует самый глубокий в Европе карьер, Коркинский разрез в Челябинской области, который вообще было непонятно, каким образом его можно ликвидировать, учитывая его глубину и его масштабы. Введение добычи там уже невозможно, оно и экономически неэффективно. Так вот, мы предложили вместе с нашими коллегами из русской медной компании, которая начала и реализует там же в Челябинской области крупный проект по созданию Томинского горно-обогатительного комбината, чтобы отходы медного производства захоранивались в этом карьере. Соответственно, в следующей работе ведется, сделан проект, который, надеюсь, будет реализовываться. Тем самым, это не потребует выделения ГОПУ дополнительных территорий для размещения этих отходов, это не будет загрязнять окружающую среду, а в то же время будет решаться задача ликвидации накопленного экологического ущерба, который нам досталось за 50 лет, даже за 60 лет, 65 лет эксплуатации этого карьера. Вторая проблема – это несовершенство в отдельных случаях и вообще противоречивость нормативно-правовой базы в части недопользования. Ну, здесь уже говорилось о том, что можно кодифицировать, можно не кодифицировать, но в большинстве случаев это касается вообще согласования и экспертизы проектной документации, и особенно в части предоставления права на земельный участок в границах проектирования. В этих вопросах наша позиция, она однозначна. Порядок согласования проектной документации необходимо существенно сокращать. И вообще должна быть единая проектная документация, а также законодательно закрепить обязательства государства по обеспечению недропользователями земельными участками в случае получения лицензии. В настоящее время просто идет спекуляция с земельными участками по тем территориям, по которым выдается право на недропользование. Я допускаю, что в районах Крайнего Севера или Арктической зоны эта тема может быть не очень актуальна, а вот в районах той же самой Хакасии, Красноярского края, Кузнецкого бассейна, она более чем актуальна. Третья проблема – это повышение эффективности госрегулирования на стадии реализации проекта, планов, программ, стратегий. Но при социализме государство высоко оказывало полное влияние на развитие предприятий, участвовало в формировании и контролировало выполнение планов производственной деятельности. Сейчас этого нет. Сейчас на уровне государственных органов контролируется только текущая деятельность, состояние техники безопасности, налоговые платежи и другого. Но вот мы считаем, что иначе реализовывать некий другой подход, связанный с контролем выполнения планов обеспечения безопасного ведения работы. Была создана специальная комиссия по выявлению шаг, на которых осуществляется добыча угля в особо опасных условиях. По всему шахтному фону, по каждому предприятию оно было рассмотрено с участием и собственников, и, естественно, Ростехнадзоров, всех контролирующих, проверяющих органов. Были по каждому предприятию выработаны рекомендации, каким образом необходимо повысить уровень промышленной безопасности на этих предприятиях. В настоящее время организован мониторинг реализации этих предприятий. И вот через такой контроль выполнения планов мы считаем, что мы сможем существенно повысить, продолжить повышение уровня промышленной безопасности в отрасли. Но при этом надо сказать, что в случае крупных аварий, которые происходят на угледобывающих предприятиях, затраты на ликвидацию последствий этих аварий, они существенно превышают те затраты, которые можно было бы делить с целью недопущения этих товаров. На конкретных примерах это примерно 2-2,5 раза. С 2015 года, говоря о инвестиционной поддержке в шахтерских моногородах, создаются территории опережающего развития, предусматривающие предоставление преференции в экономической деятельности. И у нас уже помимо Калмара в Южной Якутии, еще такая же территория опережающего развития создана на Чукотке, где у нас ведется добыча и будет развиваться добыча на Беремовском месторождении. К числу проблем сдерживающих развитие бизнеса является ограничение в доступе капитала. Это было и 100 лет назад, это и есть и сейчас. Мы видим, что в основном все обновления, те инвестиции, которые в нашей фотоселе осуществляются, они идут за счет собственных средств компании, привлеченных средств практически нет. Говоря о проблемах недропользования, как они заявлены были, вот на этом слайде мы попытались перечислить те вопросы, которые абсолютно не урегулированы в нашем законодательстве. Это, например, неопределенно допустимый предел отклонения фактически добычи угля, а предусмотренный проектом. Ну, на эту тему можно много говорить, да, но мы находимся в рыночной среде. Каким образом сейчас Росметры выдают лицензии? Они сейчас унифицировали, они говорят так. Если раньше написались уровни добычи, сейчас уже не пишется, а просто в соответствии с проектом. В проекте нету вариантности. В проекте есть график, сколько нужно добывать полезного ископаемого на данном предприятии. Есть ли спрос на это, нет ли спрос на эту продукцию, это не учитывается. Это означает, что любой недропользователь, к которому приходят контролирующие и проверяющие, он всегда будет неправ. Потому что доказать кому-то, что по тем или иным объективным причинам не нужно столько, например, добывать, или наоборот, в данный момент нужно увеличить добычу за счет изменения технических решений, повышения нагрузки, это все невозможно. Ну, про земельные участки я уже сказал, для объекта капитального строительства. Также не урегулирован вопрос границы особо защитных участков лесов и зеленых зон. И в настоящее время вообще абсурдная ситуация. Вот предприятия, я думаю, коллеги об этом здесь могут сказать, они разрабатывают же три пакета проектной документации. Три пакета на одно и то же по существу. Они одинаковы по существу своему, по техническим решениям, по расчетам, все. Но они отличаются и по структуре, и по содержанию, которые предъявляют разные федеральные органы исполнительной власти для принятия соответствующих решений. Поэтому, если мы хотим ускорять процесс разработки тех или иных месторождений, то это надо уже делать на стадии еще снятия ограничений по проектированию, то есть унификации всей проектной документации. Ну, в части лицензирования хотел бы отметить, что у нас очень хорошее наше взаимодействие есть с Министерством природных ресурсов и с Роснедрами. И мы на протяжении последних двух лет разработали и реализуем программу лицензирования угольных месторождений на период до 2020 года. Сделали ее среднесрочную по каждому региону, исходя из потребностей и дефицитности тех или иных марок угля, чтобы не вдавать лицензии на целый уголь, который избыток находится на рынке, и в то же время стимулировать недропользование в получении лицензии, тот, который является дефицитным на тех или иных сегментах этого рынка. Ну, здесь уже говорилось очень много о кадровом потенциале. Я полностью согласен с тем, что эта проблема важнейшая. Достаточно сказать, что у нас в нашей отрасли доля персонала предпенсионного и пенсионного возраста составляет в настоящее время 46%. Ну, и помимо того, что здесь говорилось, как пример, и то, что сделана кафедра вместе с ГИМО, по подготовке специалистов высочайшей квалификации и по аттестации инженерных кадров, которые делают работу. И мы не участвуем в Санкт-Петербургском горном университете. Но хотелось бы, чтобы мы не забыли и про рабочие кадры, потому что рабочие кадры – это проблема очень серьезная. Очень серьезная даже в тех же наших глидобывающих регионах, в том же самом Кузбассе. Я могу вам в качестве примера сказать, что вот у нас там сейчас на одном предприятии, на котором работают порядка 4 тысяч человек, сложилась сложная экономическая ситуация. И вот все компании, которые окружают это предприятие, все сделали заявку на то, чтобы принять в себе людей, работавшихся в этом предприятии, как госпособны. То есть дефицит реально как бы наблюдается. Ну вот я на этом бы закончил. На этом слайде показана ту работу, которую наше министерство делает в части персонала. Кстати, по-моему, мы единственные, кому удалось внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми мы потребовали повышения квалификации, раз в пять лет проводить специальную аттестацию лиц, работающих в особо опасных, или руководящими работами в особо опасных условиях. Ну, спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что вот те проблемы, о которых я сказал, те рекомендации, они найдут отражение тех решений, которые будут приняты на сегодняшней форме. Спасибо большое. Спасибо.